В ночь с понедельника на вторник в Краснофлотском районе в результате пожара в бараке погиб 47-летний мужчина, в больницу с ожогами попала женщина. Огонь в деревянном доме 1946 года постройки появился в 9 часов вечера. Здесь по неустановленной пока причине загорелась квартира на первом этаже, в которой проживал одинокий мужчина. Пламя молниеносно начало распространяться по сухим деревянным перекрытиям, а все квартиры быстро заполнил густой дым. Хозяин и его сожительница не могли подобраться к двери и выйти в подъезд. Похоже, путь в ту сторону уже был отрезан. Пара вынуждена была спасаться через окно. Соседка рассказала, что горожанин инвалид, имевший проблемы с ногами. Много лет назад он работал в правоохранительных органах. Хабаровчанин помог выбраться на улицу своей женщине, однако, как выяснилось позже, ценой собственной жизни. Он первый стекло разбил, чтобы машет свою жену. Она говорит, я боюсь, я боюсь. Ну вот я беру вторую стекло разбила. Меня помогли, а ее вытолкнули. А вот остался, Катя сгорела. А, то есть он не успел. У нее ноги болели. То есть ее спас, а себя нет, да? Да. 60-летняя соседка поранила руку, разбивая стекло, но не стала обращаться за медицинской помощью. Во врачебной помощи куда больше нуждалась 41-летняя погорелица, спасенная из огня. У нее имелись многочисленные ожоги. Кроме того, на животе зияла рана. Выбираясь через окно, женщина упала на осколки стекла. Из восьми квартир в доме обитаемы пять. И только за одну из них платят. Остальные жильцы просто поселились в заброшенных квартирах, в которых даже нет света. Пожар на площади 200 квадратных метров брандмейстеры полностью ликвидировали только к трем часам ночи. Барак этот горит не впервые. С места происшествия Полина Великая, Анастасия Манина и Андрей Алферов.